Доброго времени утром игродел! Сегодня я научу тебя программировать стрельбу в юнити с помощью системы рейкастинга. И для начала нам понадобится немножко ассетов. Я буду использовать набор от синти, но ты можешь использовать любое другое, какое у тебя есть. Например, ты можешь найти бесплатный ассет на ассет стори, выбрать здесь оружие и поставить пометочку сортировки по цене от самой низкой до самой высокой. И выбирай все, что тебе здесь понравится. Допустим, выберем вот этот 5.7, нажимаем add to my assets, нажимаем open in юнити, открываем и скачиваем, а затем нажимаем импорт. И также нам понадобятся стандартные ассеты. И процедура абсолютно такая же. Как исправлять ошибки при импорте я показывал в предыдущем видео, обязательно посмотрите его, если еще не посмотрели. Ну а мы переходим к созданию нашей стрелялки. Самым простым вариантом будет воспользоваться готовыми прифабами моделек. И, например, возьмем здесь какой-нибудь дробовичок. Что-то скудненько. Вот это уже повеселее. Помещаем его в нулевые координаты. Перемещаемся к нему. И для начала создадим пол, например, plane. Будет такой не самый большой участок. Нажимаем R, чтобы перейти в режим масштабирования и растягиваем его так. Также вы можете добавить сюда какой-нибудь ящик. Например, это будет обычный кубик. Теперь нам понадобится сам персонаж. И у нас для этого есть стандартный ассет. Переходим в персонажа и перетаскиваем самого первого персонажа сюда. Поднимаем его повыше. И нам необходимо удалить нашу основную камеру, которая здесь была изначально в сцене. Теперь нам нужно поместить сам автомат на нашу камеру. Если мы сейчас перейдем во вкладку Game, то мы его все равно не увидим, потому что нам еще нужно его спозиционировать. И проще всего это будет сделать, если мы будем видеть, как это выглядит в игре, но при этом перемещать его будем в сцене. Чтобы уменьшить эти значки, мы можем либо вообще их отключить, либо через этот ползунок. Ставим здесь 16 на 9. И как-то у нас тут обрезает некрасиво. Чтобы это исправить, переходим в саму камеру и в Clipping Planes, в ближайших, ставим единичку. И теперь переключаемся обратно на наш калаш и позиционируем его более точно. А еще я, пожалуй, увеличу этот ящик раза так в 3. Теперь, если мы нажмем Play, то уже можем побегать с автоматом в руках, но пока что это выглядит несерьезно. Поэтому возвращаемся, переключаемся на наш калаш и мы создадим здесь новый скрипт. Ой, это для игры про флаттинга. Создадим очень простой скрипт оружия. Отлично, продолжим после минутки рекламы. Школа XYZ School запускает курс по программированию от Александра Балакшина. Он оказывал значительный вклад в сезонное обновление для Rainbow Six Siege в роли старшего инженера-разработчика и лиды геймплейной команды. На курсе ты будешь реализовывать основные механики шутеров, узнаешь, как работает стрельба, перемещение, сетевая репликация и искусственный интеллект в NPC. Ты научишься создавать все это сам с помощью Unreal Engine и C++. Во время обучения ты разберешься с фундаментальными понятиями, используемыми в индустрии. Что такое функция TIG и какие существуют ее виды? Что за дерево поведений и систему чувству в NPC? Как работают скелетные анимации? Что такое Line Trace и какие есть варианты пространственных проверок? Ну а также освежишь свои знания по математике. Полученные на курсе знания и практика C++ позволят при необходимости освоить любой, даже проприетарный игровой движок. Ведь в основе большинства из них лежат одни и те же принципы и в целом внутренние движки о ААА студиях очень похожи. И хотя ты будешь работать над шутером, знания, полученные на курсе, применимы к любым жанрам. Студенты XYZ School устраиваются с Perosoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Если хочешь принять опыт работы в индустрии ААА игр или сделать свою собственную игру, записывайся на курс по ссылке в описании. Курс начинается 1 октября 2020 года и при оплате до 28 июля действует скидка 30%, а по промокоду ARTALASKI еще 10% скидки. Итого 40% скидки на курс GameCode от XYZ School. Теперь нам нужно подумать над переменами, которые нам здесь пригодятся. И первое, что приходит в голову, это, конечно же, количество патронов, например, или урон. Также нам понадобится эффект выстрела, который будет уже готовым префабом, но я также покажу быстренько, как его создать. И, наконец, нам понадобится звук. А если мы будем производить звук в этом компоненте, то нам понадобится еще и источник звука, в котором будет воспроизводиться этот звук. Также будет не лишним создать задержку между выстрелами, или, проще говоря, скорость стрельбы. Также мы можем заранее задать здесь какие-либо значения, но не на каждом типе переменных. По крайней мере, не в данном случае. Так как мы воспользуемся системой Raycasting, нам понадобится еще 2 переменных. Одна из них будет типа камера, а вторая будет дальность стрельбы. Теперь пришло время создавать сами события. После апдейта пишем void shoot. Мы можем назвать его как угодно, лишь бы нам самим было понятно, что здесь написано, для чего это событие, и чтобы нам потом не печатать все это вручную. Когда придется обращаться к этому событию, например, в событии update. И выглядеть это будет следующим образом. И если у нас здесь написано что-то вот такое, то нам придется это лучше копировать, чтобы не ошибиться. Пока что закомментируем эту строчку, тогда она не будет компилироваться. Но при этом нам не придется ее заново печатать, когда мы снова захотим ее вернуть. А вот с событией shoot мы уже будем начинать создание Raycast. Что вообще такое Raycast? Если попытаться объяснить простым языком, то из определенной точки будет выпускаться луч. Предположим, этот луч будет идти у нас из адула автомата. Он может идти откуда угодно, и с его помощью можно проверять достаточно разные вещи. И далее этот луч будет идти в определенном направлении, например, только прямо. А как далеко он будет идти, зависит от параметра range. Ну, конечно, называться он может совершенно по-разному, это лишь переменная. И если на своем пути вторая точка луча встречает какой-то объект, имеющий коллайдер, например, здесь у нас будет box collider, то будет считаться, что Raycast достиг какого-то объекта, и мы с него можем считать нужную информацию. То есть мы можем узнать имя объекта, в который мы тыкнули лучом, можем узнать, какие у него компоненты, обратиться к какому-нибудь из этих компонентов, и, соответственно, воздействовать на него каким-либо образом. То мы сейчас и сделаем. Для начала объявим переменную типа raycast hit, и так назовем ее hit. Все, переменную мы объявили, и теперь нам нужно условие проверяющее, столкнулся ли этот луч с каким-либо объектом. А раз нам нужно условие, значит нам нужен if. И тело if через фигурные скобочки. Собственно, что же у нас будет за условие? Так как Raycast это физика, то и обращаться мы будем к физике. Этой функцией мы запускаем сам луч, и сейчас мы будем показывать, из какой точки этот луч будет выпускаться. В нашем случае он будет выпускаться из центра камеры, потому что это самый простой вариант для понимания основ. И более того, если запустить такой луч строго по прямой, то он будет смотреть именно в центр экрана. И как вы знаете, в шутерах прицел тоже находится именно в самом центре экрана. Обращаемся к самой камере, к ее компоненту Transform, и считываем ее позицию. Далее нам нужно указать направление этого луча, и самый простой способ это использовать вектор. Далее нам нужно занести результат выпуска этого луча в переменную. И у нас это переменная RaycastHit под названием Hit. А также ограничить дальность выстрела этим самым лучом на определенное расстояние, в нашем случае переменная Range. То есть, если наш выпущенный луч с чем-то столкнулся, то произойдет что-то. В нашем случае это может быть DebugLog. Сохраняем наш скрипт, и прежде чем мы будем его тестировать, нам нужно определенное условие, которое будет запускать саму проверку, и запускать сам луч. А для этого нам понадобится использовать как минимум кнопку мыши. Поэтому добавляем новые условия. Мы обращаемся к управлению, поэтому нам нужен Input. И здесь нам нужно считывать нажатие кнопки под названием Fire1. Fire1 может быть абсолютно любой кнопкой, которую вы настроите в настройках проекта. Ищем здесь Input Manager, и вот она у нас вкладочка Fire1. То есть у нас это может быть левый Ctrl и Маус 0, то есть по сути левая кнопка мыши. Я могу изменить здесь левый Ctrl, например, на F, и тогда при нажатии F я также буду производить выстрел. Но я этого делать не хочу, поэтому нажимаю Ctrl Z и возвращаюсь. Пишем здесь название Fire1, так как по сути это тоже переменная. И в тело этого условия добавляем событие Shoot. То есть если мы нажимаем кнопку Fire1, то запускаем событие выстрела луча. Это нам не пригодится. И у меня тут в консоли парочка ошибок. Можно нажать на ошибку два раза, и нас переместит в скрипт, в котором эта ошибка содержится. У нас он единственный, и здесь все-таки надо с большой буквы сорян. Также он ругается на дебаг, но здесь есть маленький подвох. Иногда функции из разных библиотек имеют одинаковые имена, и соответственно, если этой библиотеки у нас здесь нет, он начинает ее сюда приписывать. Стоит удалить ненужную библиотеку, как все сейчас заработает. Долгая загрузочка, значит все отлично, все ошибки избавились. Но прежде чем запускать игру, переходим в скрипт оружия, и перетаскиваем камеру вот сюда. Также добавляем сюда Audio Source, перетаскиваем его, соответственно, в Audio Source, и нажимаем сюда на кружок, чтобы выбрать какой-нибудь звук. Ну, для примера подойдет. А вот эффекта у нас сейчас пока не будет, но это я забегаю слегка вперед, мы все равно не прописывали произведение звука и эффекта выстрела, это чуть-чуть позже. И давайте запускать. Теперь, если я буду нажимать куда-нибудь в пустоту, ничего появляться не будет. Вот я попал в пол. Также я могу попасть в ящик. Как видите, здесь у меня прибавляется количество, то есть я во что-то попадаю. А во что именно я попадаю, я могу также узнать, если буду отображать это в логе. Например, сейчас мы обратимся к Hit, и не лишним будет здесь поставить пробел. Точнее, не только здесь, но еще и здесь. Сохраняем, запускаем и смотрим, что у нас получилось. Пока что я не попадаю никуда. Я попал в самого себя, отлично. В пол. И, наконец, в ящик. Чтобы все это дело было чуточку повеселее, давайте добавим сюда звуков и эффектов. Сделаем мы это в событий Shoot, то есть в момент выстрела. Нам нужно будет воспроизвести звук из этой переменной в источнике звука из этой переменной. Можно прям сразу его скопировать. И пишем здесь PlayOneShot, то есть проиграть один раз. И здесь нам уже не понадобятся вот эти кавычки, а мы будем писать название переменной. И также добавим сюда эффект выстрела, именно визуальный. Проще говоря, вот этот. Пишем здесь InstantAid. Указываем сам объект, который нам необходимо создать. И этот объект мы будем брать из переменной MuzzleFlash. И теперь нам нужно указать, где именно он будет создаваться. А для этого нам понадобится еще одна переменная, типа Transform. И назовем ее, например, BulletSpawn. Теперь пишем здесь BulletSpawnPosition и BulletSpawnRotation. Возвращаемся в Unity. И нам теперь необходимо добавить сюда какой-нибудь эффект. На самом деле в GameObject мы можем добавить что угодно. Хоть обычный кубик. Поставим здесь замочек, чтобы когда мы лазили здесь по папкам, то свойства выбранного ранее объекта у нас отсюда не убрались. Здесь есть, кажется, эффекты. И здесь как раз есть Gunshot. Здесь сразу несколько эффектов, объединенных в один. И придется все-таки отключить замочек, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Отлично, он нам вполне подойдет. Но! И нам нужно просто перетащить его в соответствующую переменную. Но если вы не используете ПАК, то можно создать такой эффект самостоятельно, хотя бы чисто для примера. Нас интересуют эффекты Particle System. Вдаваться в подробности я не буду, просто выставляйте значение. Примерно как здесь, и будет вам счастье. Больше здесь можно ничего не менять, но обязательно отключаем лупинг. Тогда у нас будет производиться один раз, грубо говоря, по запросу. Скорость можно поставить побольше, а размерчик поменьше. И также сильно уменьшить количество частиц, которые могут одновременно работать в этой системе. Для простоты также изменим форму с кона на сферу. Тогда будет такой маленький взрывчик. И в рендере изменим, например, на Stretched. Так повеселее. Теперь изменим цвет. Color Over Lifetime будет менять цвет от начала своей жизни до ее конца. Соответственно, вначале у нас может быть какая-нибудь белая вспышка, затем что-нибудь желтое, и, наконец, что-нибудь увядающее такое красное. Проверяем. Неплохо, но можно и поярче. Что ж, я думаю, подойдет. Возвращаемся в корневой каталог, как-нибудь называем нашу систему, перетаскиваем ее, чтобы создать prefab. Переходим на оружие. Кстати, отключаем здесь Play on Awake. Нам это не пригодится. И перетаскиваем... Опс. Перетаскиваем в соответствующую переменную. Ну, я оставлю та, которая была из пака Sinti. И теперь нам нужно указать этот самый Gunpoint. То есть он у нас пока еще не существует, и скрипт у нас даже не сохранен. Поэтому сохраняем. Переходим обратно. Переходим обратно. Разворачиваем сам автомат. Правая кнопка мыши. Create empty. Это у нас будет наш Bullet Spawner. И нам его нужно разместить... Грубо говоря, около дула. Не обязательно это делать с максимальной точностью. Просто, чтобы было понятно, откуда оно вылетает. Переходим обратно на автомат и перетаскиваем его сюда. Запускаем. И как видите, у меня создаются эффекты, но они не удаляются. Это можно исправить. Мы можем добавить сюда скрипт, который спустя некоторое количество времени будет удалять... А этот самый будет удалять эту самую систему частиц. Но это не самый оптимизированный вариант. Однако он самый простой, поэтому его любят новички. Я же предлагаю сделать более современный. И все, что нам нужно будет сделать, это перетащить эффект в Bullet Spawner. Спозиционировать его, как нам надо. Не забываем, что у меня-то здесь изначально другой стоял. Эффектик, поэтому его тоже мы сюда перетаскиваем. А этот прячем. А вот такая дискриминация. А вот в самом скрипте нам тоже нужно кое-что изменить. Мы не будем создавать эффект, мы будем его включать. Для этого нам понадобится использовать систему частиц. А значит нам достаточно изменить тип переменной нам Particle System и просто ее проигрывать. И оно у нас проигрывается много-много раз сама по себе, потому что нам нужно отключить здесь лупинг. И также мне его надо поменять еще и здесь. Но так как у меня здесь содержится несколько систем частиц, нужно это проделать с каждой из них. И теперь оно у нас будет производиться по запросу. Но как видите, при старте игры оно у нас тоже сработало автоматически. Поэтому нам надо убрать галочку с Play on Awake. И на втором тоже. А на втором его и нет. Для большего интереса добавим сюда компонент Rigid Body, чтобы подключить физику. И продублируем несколько таких кубиков. То есть, как я говорил, это могут быть стандартные 3D-объекты, обычные кубы. Но для интереса мы добавим немного воздействия на этой физике и воспользуемся простой проверкой. Если у объекта, с которым мы столкнулись, компонент Rigid Body. И если он есть, значит мы можем на него воздействовать. А воздействовать мы будем в точке, в которую этот луч попал. Мы можем написать здесь любое число, но лучше воспользоваться переменной, например, Force. И эту переменную нам нужно также сюда добавить. Допустим, 155. И вот как это будет выглядеть. То есть, мы уже своей стрельбой можем воздействовать. Если вы хотите сделать не полуавтоматическую стрельбу, а прям автоматическую, как у автомата, то здесь можно поставить не GetButtonDown, а просто GetButton. Но без дополнительных проверок это будет выглядеть следующим образом. Я отправлю тебя темной дорогой. И для начала нам понадобится добавить еще одну переменную, которую уже можно не делать публичной. Неважно, как вы ее назовете, главное, чтобы вам самим было понятно. И теперь в этом событии проверки на сжатие кнопки мыши мы добавим дополнительную проверку, чтобы мы могли стрелять с определенным интервалом. И также сразу зададим ей значение 0. Так как все эти переменные типа Flow, то им всем можно приписать F, но так как они не дробные, то это не критично. Так как задавать значение этой переменной мы все равно будем в событии выстрела. И вот как это выглядит. Но, как видите, достаточно медленно, потому что FireRate у нас очень маленький. Изменим значение хотя бы на 10. Прочь с моего газона. Я не буду спокойно смотреть, как вершатся бесчинство. Последнее, что нам осталось сделать, это дыры от пули. И, к счастью, делаются они достаточно просто в том же событии райкаста. И хотя это могут быть совсем не дырки от пули, например, какой-нибудь эффект разлетающейся крови, наша задача просто добавить какую-то пометку, что мы попали. Поэтому прямо здесь объявляем новую переменную типа GameObject. Сразу ее называем. И заполним эту переменную только что созданным объектом в этом самом событии. То есть здесь мы уже будем писать instantiate и создавать prefab этого эффекта. так его и назовем HitEffect. Но здесь по координатам нужно чуть-чуть по-другому все прописывать. Мы указываем точку, в которую врезался наш луч. И затем нам нужно правильно вращать этот самый эффект. Для этого нам поможет Quaternion и его функция LookRotation. И здесь мы также воспользуемся HitNormal. Только уже без минуса. Далее нам нужно удалить этот эффект через некоторое время. Для этого используем функцию Destroy. Пишем название только что созданного объекта и задержку, через которую он удалится. Только прежде всего нам нужно создать еще сам этот префаб и объявить его чуть-чуть раньше вот здесь. Сохраняем. И перетаскиваем нужный нам эффект в соответствующую переменную. И вот теперь точно все. Если видео понравилось или было полезным, обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить другой полезный и не менее интересный контент. Ну а на связи как всегда был Арталаски. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok